Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать грамматику по книге Грэма Уэй 1. И сегодня у нас тема «Неопределённый артикль». Давайте посмотрим, когда употребляется неопределённый артикль. Неопределённый артикль употребляется только перед существительными и перед существительными исчисляемыми, то есть которые мы можем посчитать, и исчисляемыми существительными в единственном числе. И существует два варианта – «э» или «эн». Если слово начинается с согласного звука, мы используем артикль «э». Если с гласного – «эн». Посмотрим примеры. В этой колоночке, где мы видим картинку с дельфином, слова начинаются все с согласного звука, поэтому артикль будет «э». Посмотрим. А далфин – это дельфин. «Д» – согласный звук. А юниверсити – юниверсити. «Ю» – «й» – согласный звук. А хаус – звук «э» – это тоже согласный. На второй картинке – «эн элефант» – слон. Здесь все слова начинаются с гласного звука, поэтому мы используем артикль «э». «Ан элефант» – «э» – гласный звук. «Ан амбрелла» – «э» – гласный звук. «Ан ауэ» – «эйч» – буква здесь немая. Следующий звук «ауэ» – «э» – гласный. Поэтому мы используем артикль «э». Следующее, что нам нужно знать, когда мы вообще употребляем неопределенный артикль. Мы уже сказали с исчисляемыми существительными в единственном числе, когда хотим сказать, кем или чем является данный объект, либо указать профессию. Например, мы хотим сказать, что это собака. Вот этот объект – это собака. «It is a dog». «Она врач». Более подробно мы с вами разберем это в упражнении. Пока только немножко теории. Когда мы не употребляем. Мы не употребляем с неисчисляемыми существительными. Вспоминаем, что такое неисчисляемые существительные. Это разного рода абстрактные понятия, а также жидкости, сыпучие вещества типа вода, соль, сахар, рис и так далее. Или шоколад в данном случае. И также мы не употребляем этот артикль, потому что он означает один. Со существительными во множительном числе. В этом случае мы можем использовать слово «сам». «Сам чаклэд» – некоторое количество шоколада. «Сам экс» – несколько яиц. Следующий момент. Перед прилагателем, после которого не следует существительное, мы не употребляем артикль «э» или «эн». Давайте рассмотрим сразу пример. «It is a car». Этот объект – это машина. Машина исчисляемая в единственном числе. Начинается с согласного, поэтому использовали артикль «э». «It is fast». Она быстрая. Здесь нет существительного после прилагательного, поэтому мы не используем впереди артикль. «It is a fast car». То есть после прилагательного стоит существительное в единственном числе и с числями, поэтому впереди, не перед существительным, а перед прилагательным и существительным мы ставим артикль. «It is a fast car». В данном случае «ф» – согласный, поэтому использовали «э». Следующий пример, когда прилагательное начинается с гласного звука, поэтому артикль «э». «It is also an expensive car». Это также «дорогая машина». «E expensive» – это гласный звук, поэтому данный артикль. Так, мы разобрали еще немножко теории. В следующем видео продолжение. Оставайтесь с нами. Успехов в изучении английского!